В Нижнем Новгороде собрались блогеры и журналисты шести регионов по Волжье, Татарстана, Чувашии, Мриэл, Мордовии, Владимира и Кирова. Они стали участниками пресс-блог-тура Сбербанка. Инициатором проведения квеста по Нижнему Новгороду для представителей регионов стал председатель Волговятского банка Сбербанка России Петр Калтыпин. Напомню, недавно он сменил Сергея Мальцева. На этом посту в квесте участвовали и наши коллеги. Основной инструмент блогера – интернет. Даже когда участники квеста готовились стартовать, не отрывались от телефонов. Всех участников пресс-блогера от Сбербанка собрали здесь, около здания Госбанка, и именно здесь начался квест. Это здание было построено в начале 20 века и было приурочено к 300-летию династии Романовых. И здесь участникам пресс-блогера предлагалось ответить на три вопроса. Например, кто архитектор этого замечательного здания и сколько гербов мы здесь видим. Ну а что будет дальше – посмотрим. Он был приурочен к 300-летию династии Романовых и в 1913 году был открыт. На открытии присутствовал самый император Николай II. Само здание из белого камня только немножко посидело, так сказать. Вот. И, в принципе, выглядит здание как огромный замок. Каждый раз, бывая в Нижнем Новгороде, мы не догадываемся о том, что происходило в каком-либо здании. Оказывается, в дворянском собрании был банк, чтобы поддерживать разорившихся дворян. Даже Максим Горький когда-то жертвовал средства. А напротив – здание суда, в котором судили революционера Петра Заломного. Одно из самых красивых мест Нижнего Новгорода – Стрелка, где АКА впадает в Волгу. Здесь организована смотровая площадка. Отсюда можно любоваться видами как города, так и за Волжье. Здесь установлены памятники Максиму Горькому и великому фантасту Жюля Верну. Еще одно задание – сделать селфи. Я участвую первый раз и с удивлением узнала, что оказывается Сбербанк проводит такие акции. Мне бы хотелось участвовать в них снова и снова, потому что никакая пресс-конференция в стенах даже самого прекрасного отеля или конференц-зала не заменит реальной картинки, реального впечатления, рассказы экскурсовода. Продвижение брендов, мне кажется, именно так и должно проходить. Официальная информация прозвучала на встрече с председателем банка Петром Калтыпиным. Он привел основные показатели, которых добился территориальный банк и напомнил – клиент, главный человек, об его удовлетворенности должны заботиться все сотрудники банка. Кроме того, Петр Калтыпин отметил, что для потребителей доступны все привычные услуги. Финоорганизация будет улучшать их качество. Вот такие встречи, они очень плодотворно влияют на всех, мне кажется, потому что сюда приезжают люди из разных городов, которых ты видишь в соцсетях, видишь блогеров, видишь, что они делают. А здесь есть возможность сильно пообщаться с друг с другом, обменяться какими-то мнениями. И вот такие встречи, я считаю, что очень полезные. Неважно, кто их проводит. Первая встреча блогеров и журналистов на площадке Волговятского отделения Сбербанка была признана успешной. Через год решили встретиться в другом регионе. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.